К другим темам. Хозяйства Левобережья в регионе не только остались без урожая, но и фактически оказались в долговой яме. Прибыли в этом году ждать неоткуда, как и нечем рассчитаться за купленную сельхозтехнику. Оказавшиеся в непростой ситуации, фермеры попросили о помощи пролонгировать лизинговые платежи. Вопрос решался на федеральном уровне. И вот профильные специалисты лично приехали в засушливое заволжье. О чем говорили на встрече аграрии, смотрите в нашем следующем репортаже. Подробнее расскажет Екатерина Барковская. Всего несколько тонн зерна. Все, что удалось собрать со сгоревших от засухи полей в Дергачевском районе. А раньше, вспоминает аграрий с 20-летним стажем работы, Раэля Захарова, амбары были битком набиты пшеницей. Теперь на складе место собранного фуража занимают тракторы. Техника попросту простаивает, сокрушается сельхозпроизводитель. Знала бы заранее, что 2015 год будет засушливым, говорит Раэля. Не стала бы покупать в кредит и новый комбайн стоимостью 600 тысяч рублей. Если бы продлили на год дальше вот эту договорную по лизингу, договор нам было бы очень хорошо. Допустим, для нас облегчение было бы. Мы же не собираемся все бросить. Сегодня, допустим, засуху все бросили и убежали. Мы собираемся работать. Не обанкротиться и продолжить работать. В следующем году главная цель аграриев. Да вот только необходима помощь. Серьезные финансовые издержки от засухи стали причиной невыплаты крупных кредитов сразу несколькими сельхозпроизводителями района. По словам специалистов, в основном под удар попали те предприятия, кто приобретал технику в лизинг. Порядка 12 сельхозпроизводителей имеют, причем в достаточно крупных суммах, платежи по лизингу. То есть мы брали и комбайн, мы брали и трактора. Но текущая ситуация требует того, чтобы была сделана пролонгация в текущем году этого лизинга. Я в курсе. Да, мы писали обращение к нашему депутату Николаю Васильевичу Панкову с просьбой оказать содействие именно в данном вопросе. Решение этой проблемы в кратчайшие сроки удалось найти. По инициативе председателя комитета по аграрным вопросам Государственной думы Николая Панкова удалось разработать программу поддержки фермеров. Каждому аграрию особый подход в финансовой помощи. Учли даже размер ущерба от засухи и остаток задолженности по кредиту. По словам Николая Панкова, следующим этапом станет утверждение еще одного списка пострадавших от жары. Уже утверждил список в Москве хозяйств, которые подпали под засуху. И уже готовится новая заявка на компенсацию на корма для предприятий хозяйственных, крестьянско-фермерских хозяйств и подворных личных хозяйств на компенсацию на корма для крупно-рогатого скота, для животных, для овец, коз и табунных лошадей. Такое решение правительства депутат Государственной Думы озвучил на встрече с аграриями из 11 районов области. В рамках беседы Николай Панков заверил, что без помощи не останется ни один сельхозпроизводитель региона, пострадавший от засухи. Екатерина Барковская, Марина Асонова, РЕН-ТВ, Саратов.